Дьякон был очень смешлив и смеялся от каждого пустяка до колотья в боку, до упада. Казалось, что он любил бывать среди людей только потому, что у них есть смешные стороны и что им можно давать смешные прозвища. Самойленка он прозвал Тарантулом, его денщико Селезнем, и был в восторге, когда однажды фон Корон обозвал Лаевского и Надежду Федоровну макаками. Он жадно всматривался в лица, слушал, не мигая, и видно было, как глаза его наполнялись смехом и как напрягалось лицо в ожидании, когда можно будет дать себе волю и покатиться с осмеху. «Это развращенный и извращенный субъект», продолжал зоолог, а Дьякон в ожидании смешных слов впился ему в лицо. Редко где можно встретить такое ничтожество? Телом он вял, хил и стар, а интеллектом ничем не отличается от толстой купчихи, которая только жрет, пьет, спит на перине и держит в любовниках своего кучера. Дьякон опять захохотал. «Не смейтесь, Дьякон», — сказал фон Корон, — «это глупо, наконец». «Я бы не обратил внимания на его ничтожество», — продолжал он, выждав, когда Дьякон перестал хохотать. «Я бы прошел мимо него, если бы он не был так вреден и опасен». Вредоносность его заключается прежде всего в том, что он имеет успех у женщин и таким образом угрожает иметь потомство, то есть подарить миру дюжину лаевских, таких же хилых и извращенных, как он сам. Во-вторых, он заразителен в высшей степени. Я уже говорил вам о винте и пиве. Еще год-два, и он завоюет все Кавказское побережье. Вы знаете, до какой степени масса, особенно ее средний слой, верит в интеллигентность, в университетскую образованность, в благородство манер и литературности языка? Какую бы он ни сделал мерзость, все верят, что это хорошо, что это так и быть должно, так как он интеллигентный, либеральный и университетский человек. К тому же он неудачник, лишний человек, неврастенник, жертва времени, а это значит, что ему все можно. Он милый, малый, душа человек. Он так сердечно снисходит к человеческим слабостям. Он сговорчив, податлив, покладист, не горд. С ним выпить можно, и посквернословить, и посудачить. Масса, всегда склонная к антропоморфизму в религии и морали, больше всего любит тех башков, которые имеют такие же слабости, как она сама. Судите же, какое у него широкое поле для заразы. К тому же он не дурной актер и ловкий лицемер, и отлично знает, где раки зимуют. Возьмите-ка его уверткие фокусы, например, хотя бы его отношение к цивилизации. Он и не нюхал цивилизации, а между тем, ах, как мы искалечены цивилизацией, ах, как я завидую этим дикарям, этим детям природы, которые не знают цивилизации. Надо понимать, видите ли, что он когда-то во времена Оны всей душой был предан цивилизации, служил ей, постиг ее насквозь, но она утомила, разочаровала, обманула его. Он, видите ли, Фауст, второй Толстой. А Шопенгауэра и Спенсера он третирует как мальчишек и отечески хлопает их по плечу. Ну, что, брат Спенсер? Он Спенсера, конечно, не читал. Но, как бывает мил, когда с легкой небрежной иронией говорит про свою барыню, она читала Спенсера. И его слушают. И никто не хочет понять, что этот шарлатан не имеет права не только выражаться о Спенсере в таком тоне, но даже целовать подошву Спенсера. Рыться под цивилизацию, под авторитеты, под чужой алтарь, брызгать грязью, шутовски подмигивать на них только для того, чтобы оправдать и скрыть свою хилость и нравственную убогость, может только очень самолюбивое, низкое и гнусное животное. — Я не знаю, Коля, чего ты добиваешься от него, — сказал Самойленко, глядя на зоолога уже не со злобой, а виновата. — Он такой же человек, как и все. — Конечно, не без слабостей, но он стоит на уровне современных идей, служит, приносит пользу отечеству. Десять лет назад здесь служил агентом старичок, величайшего ума человек. — Так вот, он говаривал. — Полно, полно, — перебил зоолог. — Ты говоришь, он служит. Но как служит? Разве от того, что он явился сюда, порядки стали лучше, а чиновники исправнее, честнее и вежливее? Напротив, своим авторитетом интеллигентного университетского человека он только санкционировал их распущенность. Бывает, он исправен только двадцатого числа, когда получает жалование. В остальные же числа он только шаркает у себя дома туфлями и старается придать себе такое выражение, как будто делает русскому правительству большое одолжение тем, что живет на Кавказе. — Нет, Александр Давидович, не вступайся за него. Ты не искренен от начала до конца. Если бы ты в самом деле любил его и считал своим ближним, то прежде всего ты не был бы равнодушен к его слабостям, не снисходил бы к ним, а для его же пользы постарался бы обезвредить его. То есть... — Обезвредить? Так как он неисправим, то обезвредить его можно только одним способом. Фон Корон провел пальцем около шеи. — Или утопить, что ли? — добавил он. В интересах человечества и в своих собственных интересах такие люди должны быть уничтожаемы. Непременно. — Что ты говоришь? — пробормотал Самойленко, поднимаясь и с удивлением глядя на спокойное, холодное лицо зоолога. — Диакон! Что он говорит? — Да ты в своем уме? — Я не настаиваю на смертной казни, — сказал Фон Корон. Если доказано, что она вредна, то придумайте что-нибудь другое. Уничтожить Лаевского нельзя, но так изолируйте его, обезличьте, отдайте в общественные работы. — Что ты говоришь? — ужаснулся Самойленко. — С перцем, с перцем! — закричал он отчаянным голосом, заметив, что Диакон ест фаршированные кабачки без перца. — Ты величайшего ума человек! Что ты говоришь? Нашего друга, гордого, интеллигентного человека отдавать в общественные работы. — А если горд станет противиться в кандалы? Самойленко не мог уж выговорить ни одного слова и только шевелил пальцами. Диакон взглянул на его ошеломленное, в самом деле смешное лицо и захохотал. — Перестанем говорить об этом, — сказал зоолог. — Помни только одно, Александр Давидович, что первобытное человечество было охраняемо от таких, как Лаевский, борьбой за существование и подбором. Теперь же наша культура значительно ослабила борьбу и подбор, и мы должны сами позаботиться об уничтожении хилых и негодных, иначе, когда Лаевский размножится, цивилизация погибнет, и человечество выродится совершенно. Мы будем виноваты. — Если людей топить и вешать, — сказал Самойленко, — то к черту твою цивилизацию, к черту человечество, к черту! Вот что я тебе скажу. Ты ученейший, величайшего ума человек и гордость отечества, но тебя немцы испортили. — Да, немцы! Немцы! Самойленко с тех пор, как уехал из Дерпта, в котором учился медицине, редко видел немцев и не прочел ни одной немецкой книги, но, по его мнению, все зло в политике и науке происходило от немцев. Откуда у него взялось такое мнение, он и сам не мог сказать, но держался его крепко. — Да, немцы! — повторил он еще раз. — Пойдемте чай пить! Все трое встали и, надевши шляпы, пошли в полисадник и сели там под тенью бледных клёнов, груш и каштана. Зоолог и дьякон сели на скамью около столика, а Самойленко опустился в плетеное кресло с широкой покатой спинкой. Денщик подал чай, варенье и бутылку с сиропом. Было очень жарко, градусов тридцать в тени. Знойный воздух застыл, был неподвижен, и длинная паутина, свесившаяся с каштана до земли, слабо повисла и не шевелилась. Дьякон взял гитару, которая постоянно лежала на земле около стола, настроил её и запел тихо тонким голоском отрацы семинарстей у кабака стояху. Но тотчас же замолк от жары, вытер салба пот и взглянул вверх на синее горячее небо. Самойленко задремал. От зноя, тишины и сладкой послеобеденной дремоты, которая быстро овладевала всеми его членами, он ослабел и опьянел. Руки его отвисли, глаза стали маленькими, голову потянуло на грудь. Он со слезливым умилением поглядел на фон Корона и дьякона и забармотал. «Молодое поколение! Звезда науки и светильник церкви! Гляди, длиннополая аллилуйя в митрополиты выскочит! Чего доброго, придётся ручку целовать! Что ж, дай бог!» Скоро послышалось храпение. Фон Корон и дьякон допили чай и вышли на улицу. «Вы опять на пристань бычков ловить?» Спросил заулок. «Нет, жарковато!» «Пойдёмте ко мне. Вы упакуете у меня посылку и кое-что перепишете. Кстати, потолкуем, чем бы вам заняться. Надо работать, дьякон. Так нельзя!» «Ваши слова справедливы и логичны», — сказал дьякон. «Но леность моя находит себе извинения в обстоятельствах моей настоящей жизни. Сами знаете, неопределённость положения значительно способствует апатичному состоянию людей. На время ли меня сюда прислали или навсегда, Богу одному известно. Я здесь живу в неизвестности, а дьяконица моя прозябает у отца и скучает. И признаться, от жары мозги раскисли. «Всё вздор!» — сказал заулок. «И к жаре можно привыкнуть, и без дьяконицы можно привыкнуть. Не следует баловаться. Надо себя в руках держать». Продолжение следует...